Ну а теперь перенесемся на 74 года назад. В этот час, 22 июня 1941 года, Тюмень еще жила спокойной, размеренной жизнью. Люди просыпались и устроили планы на предстоящие воскресенья. Весть о войне перешла в далекий сибирский город, ближе к обеду. Сказывалось расстояние и несовершенство коммуникаций и связи. Но это произойдет через несколько часов. А пока нет никакой войны. За окном лето, все спокойно. И кажется, что так будет всегда. 22 июня 1941 года. Этот день для граждан СССР должен был стать самым обычным. Тюменцы в воскресенье планировали заниматься привычными делами. Одни копаться на грядках и делать уборку дома, другие собирались навестить родных или прогуляться в садах, например, в городском или Дунькино. Там, конечно, играл духовой оркестр. Там музыка просто звала танцевать. Люди танцевали, никто не сидел. Ну, там пожилые, может быть, и сидели, и смотрели, вспоминают свою молодость. Но молодежь танцевала, конечно, самозабвенно. Согласно переписи 1939 года в Тюмени проживало 76 200 человек. Действовало 20 промышленных предприятий. Самыми крупными из них считались фанерокомбинат, сапоговаляльная фабрика и завод «Механик». Для горожан работало 4 больницы на 618 коек, а также музеи и библиотеки. Для ребятишек в Тюмени в 1941 году было 24 школы и 25 детских садов. Более-менее жизнь стабилизировалась. И люди могли зайти в магазин и приобрести какие-то такие вот товары, галантерейные продукты питания были, в принципе, доступны. То есть карточек не было. Был универмаг. Было 250 магазинов. Но они были маленькие. Кстати, в Туре тогда водилась хорошая рыба, вплоть до муксуна и осетров. А черная икра продавалась чуть ли не тазиками. До войны в Тюмени недолго делали конфеты. Фабрика выпускала и риски, и сосательные леденцы. Приезжие называли город сытым, в котором люди жили в достатке. У нас ведь край-то такой, что вокруг-то леса много грибов, много ягод. То есть много было варенья, всяких заготовок. То есть тряпали шанги, ватрушки всякие. Тюменки могли купить неплохие ткани и заказать модную одежку портнихи или шить сами. По улицам передвигались пешком и на лошадях. Впрочем, уже ходили автомобили и даже автобусы. Тюменцы надеялись на продолжение мирной жизни, но готовились и к войне. Активно занимались спортом, сдавали нормы ГТО. И все им это пригодилось. Наталья Жукова, Роман Ченахов, Тюменское время.